Сегодня у нас в гостях благочинный церквей Сергея Посадского городского округа Игумен Иоанн. Отец Иоанн, доброе утро! Доброе утро! Сегодня начинается Великий Пост. Какой глубокий, глубинный смысл церковь вкладывает именно в Великий Пост? Великий Пост — это особое время года, когда каждый христианин призывается к духовным подвигам. Когда мы говорим о посте, то мы должны говорить, наверное, о аскетике жизни христианина. Вообще, зачем нужно пощение, зачем нужно моление? Вопрос непростой. Дело всё в том, что каждый человек — это уникальное существо, который обладает определенными духовными своими способностями. И вот бывают способности положительные, а бывают отрицательные. В православной аскетике отрицательные способности называются страстями. Например, гордость, тщеславие, может, превозношение. Вот подобные проявления жизни, негативной жизни христианина, они с точки зрения подвига христианского должны искореняться. И вот как раз-таки Великий Пост — это то самое благодатное время, когда Церковь обращает взор христианина внутрь себя. Посмотри в себя внутри, чем ты сейчас живёшь. Потому что мы живём повседневно обыденной, ну так скажем, суетной жизнью. А вот наступает 40 дней, 50 дней, если учитывая страстную седмицу, то в это время как раз-таки и есть возможность заглянуть в свою душу и посмотреть, чем же наполнена она. Поэтому с точки зрения духовной Пост — это время борьбы с самим собой. И не бывает борьбы без подвига. И православная аскетика, и святые отцы считают, что лучшая помощь борьбы с собой — это подвиги, в частности, украшение своей плоти. Поэтому когда человек постится, ну правильно постится, то страсти ослабевают. И человек больше обращает внимание на духовную жизнь, начинает, может, переосмысливать прожитую жизнь. И как раз-таки вот пост — это самое благоприятное время, когда можно это сделать. Отец Иоанн, вы говорите, правильно поститься. Правильно поститься — это всё-таки как? Правильно поститься, я имею в виду то, что это не только воздерживаться от пищи, но ещё и воздерживаться от своих привычек злых. Вот, например, я привык разговаривать много, многословить. Вот наступает пост, можно помолчать, получить себя, приучить себя, не всегда я первому вступать в разговор. Например, я превозношусь. Или вот в семье какое-то лидерство получил, я стараюсь, чтобы как-то обращать внимание. Ну, отступи, это время не то. А сейчас послушай других. То есть вот именно украшение своих привычек, таких нехороших привычек, они, конечно, в каждом человеке есть. Это вот и есть духовный пост. И он будет правильный пост. Потому что если только воздерживаться в рационе питания, то, ну, может быть, конечно, какая-то польза и будет, даже с точки зрения здоровья. Но истинного смысла поста, какой вкладывает церковь, никогда не будет. Не будет духовной радости никогда. Поэтому в этой связи можно ответить на другой вопрос сразу. А как поститься? А вот как люди, которые, положим, не могут поститься? Вот в силу болезней, кормящие мамы. Вот. Ну, в церкви на эти вопросы есть ответы. Есть более строгий ответ. Конечно, вот мы знаем из жизни святых, которые были, ну, исполнителями устава, не нарушали пост, даже если были больны. Но в целом мы должны идти средним путём и использовать своё чистое благоразумие. Если у человека болезнь, там, язва желудка, ну, о каком посте может идти речь? Конечно, в этом случае нужно вкушать и пищу здоровую для того, чтобы эта болезнь как-то, она пресекалась. Пусть как будто эта пища, как лекарство. Вот. А если совесть укоряет тебя, что ты нарушаешь пост христианину, так ты можешь его восполнить духовным постом. Не можешь поститься телесно, но постить больше духовно. И это будет всё равно правильно. И это вот как раз-таки выход с того положения, когда человек говорит, что я вот или немощен, или вот какие-то причины не позволяют мне поститься. И можно восполнить всегда духовным постом. И не будет совесть нисколько смущать. Многие люди хотят начать поститься, но, может быть, не знают, как это правильно делать, потому что не все, может быть, так часто ходят в церковь, как хотелось бы. Вот с чего нужно начать человеку, если он решил начать поститься? Ну, если говорить вообще о посте, то нужно начать с посещения храма. Вот как раз первый понедельник Великого Поста и последующие Дни Седмицы, они особые. Они особые потому, что уже меняется цикл богослужения, службы продолжительные, конечно, там больше присутствует такой минорный тон, больше просим у Бога покаяния, прощения грехов. Поэтому, чтобы себя настроить на пост, конечно, нужно как-то отойти от прошлой обычной жизни, немножко погрузиться в духовную жизнь. А это значит посещать богослужение. Ну, понятно, что утром человек, допустим, берем обычного служащего, вот он работает. Но у нас первые четыре дня Великого Поста читается канон, великий канон, преподобного Андрея Критского. Уникальное творение — это шедевр, можно сказать, для тех, кто понимает и церковнославянский язык, и знает Священное Писание. Это образец, которому, наверное, пока что нет равных. И вот в течение четырёх первых дней, это понедельник вечер, вторник вечер, среда вечер, четверг вечер, то в храмах, во всех храмах нашей Церкви мы сообразуемся с возможностью людей верующих. Вот, например, у нас в Успенском соборе будет не в пять служений, богослужений, а в шесть, чтобы люди могли после работы зайти, помолиться. И вот совсем недолго, это примерно, ну, около часа, но польза очень духовная, будет очень много духовной пользы. Поэтому начать с посещения храма. Одно мы придём, если мы, допустим, отложить мясную пищу, немножко изменить рацион питания, но перед сном помолиться хотя бы кратко, утром встать, помолиться. Вот и начало поста. И так приучить себя в будущем. То есть постепенно, постепенно вводить просто в свою жизнь. Конечно, да. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. А я напомню, у нас в гостях был благочинный церквей Сергея Посадского городского округа, игумен Иоанн.